Ты убил! Промазал! Нет, я попал! Ты промазал! Я не мог с такого расстояния промазать! Промазал! Попал! Я вчера был убит! Мало ли что вчера, а это сегодня! Меня и так каждый день убивают! Ну и что? А то! Подумаешь! Это было вчера, это сегодня! Или я не убит, или я не играю! Пускай это не играют! Пошли, ребята! Не играйте! Ну, что ж ты бежаешь? Ведь это игра. Ближешь-ближешь, достанешь. Ты убитый, но все равно живой. Ближешь-ближешь. 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 К их семейству относятся птицы средних размеров, от воробья до вороны. Окраска оперения неяркая, ноги четырехпалые, приспособлены к свободному лазанию по деревьям. Два пальца направлены вперед, а два пальца назад. Клюв средних размеров, немножко изогнут книзу. Род большой, что позволяет схватывать и проглатывать довольно крупную добычу. Многие из этих птиц живут на деревьях и в кустах, но некоторые из них ведут наземный образ жизни. Зоя Загородько, встань! Сергей Иванович, она же не куковала! Куковала! А кто же куковал? Я! Зачем, позволь тебя спросить? Изучаю палатки птиц. Василь, встань! Сергей Иванович, да это же не он куковал! Он изучает палатки рыб! Я не куковал! А я вот изучаю твои палатки. Вроде башковитый парень, а кукуешь на уроке. Сергей Иванович, когда мы будем изучать рыбок, я буду сидеть тихо. А вот вонзонок неправильно кукует. Впрочем, существует такая кукушка, которая как удот издает звук ду-ду. И называется эта кукушка глухая кукушка. Глухая кукушка! Кроме глухой кукушки, существует еще сто видов разных кукушек. Кукушка-подорожник, кукушка-отшельник, испанская кукушка, калифорнийская кукушка, желтоклювая кукушка, изумрудная и траурная. А вот это обыкновенная кукушка, которую вы можете встретить в наших лесах. Среди кукушек есть вид паразитических кукушек. К этому виду относятся кукушки, которые откладывают свои яйца в гнезда других птиц. У только что вылупившегося кукушонка срабатывает рефлекс выбрасывания птенцов хозяев гнезда. Таким образом они избавляются от конкурентов питания. А слепая кукушка бывает? Слепых кукушек не бывает. Я говорю о кукушках-паразитах. Ну что ж, садись. И ты тоже можешь сесть. Итак, люди-человечки, давайте приступим к повторению домашних птиц. А мне можете сесть? Нет. Напоминаю, что дикие куры впервые были приручены в Индии. Надеюсь, по этому поводу никто не станет кукарикать? Нет. Нет, не садись. Почему вы не расходитесь? Сергей Иванович, вы же не уложили. Идите, идите. Урок окончен. Ну что, возьми свою зеркалку. Пойдем, постреляем. А деньги? Василек, у тебя есть деньги? Что ты боишься? Стрельнули бы разок. Мне деньги рыбные! Как это понимать, товарищ молодец? Какой пример вы подаете детям? Извините меня, Тихон Лок... Локтенович. Я сегодня устал. Как? Как? КАК КАК Продолжение следует... Птица! Ха-ха-ха! Мозила! Мушку заваливаете! А ну? Пожалуйста! Мозила! Это что за птица? Зимородок! Птица не работает! Ну что ж вы раньше-то не сказали? Молода меня учить! Ружьё вверх! Подойди сюда! Птица не работает! Не птица! Человек! Фронтовой друг! Зимородок! Что с вами? Осколок за шелец! Понимаешь? Столько лет не тревожил! А тут... На тебе! Осколок! Осколок! Брат! От снаряда! Осколочек зашевелился! Зимородок! Птица! Ты что, спятил? Тебе жить надоело? А мне за тебя в тюрьму садиться! А кто-то зашевелился! Какой осколок? Обыкновенный от снаряда! Человек умирает! Утонул, товарищи, разойдите фронтовик. Ничего не случилось. Утонул, что ли? Да нет, это фронтовик, фронтовик. А ну, правда, я вчера отчитала, что этот сын не надо. Ему гордо не нужно. Без паники, без паники. Мальчик, мальчик, это что, его сын? Спасибо, брат, прощай. До свидания. А фуражка? Пропустите, мальчика, пропустите его. Стойте! Подождите! Фуражка! Зимородок. Это я. Ну и влип же я с тобой в историю, Осколыч. Операция прошла успешно. Парашют раскрылся? Не знаю. Да это же я! Парашют. Он должен был взорвать мост на станции Гай. Я согласился его перебросить. Кого? Зимородка. Положение серьезное. В соседнем отряде погибли подровняки. Много людей погибло. А времени в обрез. Я бы мог забросить твоего человека в район Нового моста. Но там сесть негде. Кругом немцы. Куда тючок нести? В медпункт. Осторожней. Сюда, сюда давай. И туман над реком, словно дым. Он бросается в воду с откосом. И смыкаются волны на дни. Пешу пойдешь, Тияк? На коне. Вот самолет отправим и поеду. А ты за аэроплану прыгал? Не-а. Кораблики приготовил? Возьми меня с собой. Не торопись, Борис. Видно век его птичий короток. Оборвался отчаянный полет. Но, смотрите, летит зимородок. И упрямыми крыльями бьет. Зимородок. Это вовсе не птица. Это сердце мальчишки, взлетевшие ввысь. И крылатые сердце. Ничего не боится. Может врезаться в солнце. Держись. Надо прыгать с парашютом. Командир! Только так. Самолет разгружен. Можно отправлять. Зимородок, ты с парашютом прыгал? Ну, прыгал. Прыгал? Да. Пять раз. Послушай, мне смертники не нужны. Мне нужны живые бойцы. Так я же прыгал. С парашютной вышки. Я тебе лошадь дам хорошую. На лошади долго. Долго, верно. Да я прыгну. Да ты прыгнешь. Он прыгнет. Хороший парень. Пять раз прыгал. Команда на взлет. Зимородок. Не потеряйся. Ну, все. До встречи. Ну что, лететь, что ли? Будь здоровы. Будь здоровы. Лучше вертайся. А это что такое? Повинная тайна. Сперва кораблики. Потом лодка с зарядом. Лучше вертайся. Ага. В окном. Ой, буйка, ты что колдуешь? Я ехал за чаровую, каб остался жить. Хах. Хах. Скоро прыгать! Послушай, что нужно дёрнуть, что парашют открылся? Что? Что дёрнуть нужно? Кольцо! Да ты же прыгал! Да не прыгал я! Что же ты голову морочишь? Не шуми! Бритов разбудишь? Ну тебя к чёрту! Возвращаюсь! Сиди и не рыпайся! Возвращаюсь! Сиди и не рыпай! Зиморода! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для этого нужно хорошо течение реки знать Хотя вот какая военная хитрость Не знаю, удалось ему или нет Найдется, Зимородок Может быть Вот встану, поищу Я помогу вам Это что такое? Уходи! Это послеоперационный блок Или проходной двор Я вас спрашиваю Сын? Знаком? Человека только что с того света вытащили Марш отсюда! Марш, куда ты пропал? Что ты здесь делаешь? А, зуб пришел рвать Зуб Боишься? Меня сюда не пускают Очередь большая? Большая Мне надо доказать Если мост взорван, значит он приземлился Кто приземлился? У тебя сильно болит зуб Причем тут зуб? У человека осколочек зашевелился Операция А рядом никого нет У него на фронте был друг Зиморода Как его найти? Знаю Музеи Музеи? Да Этот мост был действительно взорван А произошло это в 1943 году Осенью Взрыв моста надолго заморозил Несколько вражеских эшелонов С горючими боеприпасами А вот кто взорвал мост? Не установлено Мост взорвал зимородок Но мы такими данными не располагаем Здесь возможно действовала авиация Авиация действовала Но мост взорвал Зимородок Зимородок? Но ведь это надо еще доказать Если имя не доказано Значит нос взорван никем Почему никем? Ребята Вот перед вами легендарная Катюша Неизвестным солдатом Неизвестным Командовал батареей капитан Флеров Куда ты? В станции Гай Взорванный мост Все на месте Марата не вижу Где Марат? У него тетя заболела Но он скоро вернется Где у него тетя? Василий, ты не помнишь Где у него тетя? На станции На какой станции? На железнодорожной Слыхал? Дом в Сталинграде Полгода держался Кто его держал? Знаешь? Не знаешь Мои сыновья Семен и Василий А вот когда форсируют Днепр Кто первый зацепился За правый берег? Не знаешь Мои сыновья Семен и Василий Семен и Василий И знамя над Ихстахом Тоже они? Они в ночь Везде поспевали Поспевали А вернуться с войной домой Сил не хватило Спят в могиле А где их могилы, дедушка? Мои сыновья Спят во всех солдатских могилах А все-таки этот мост взорвал зимородок Так а я про что говорю И мост тоже Семен и Василий А вот и старухи Михалины дом Шагай, внучок, шагай Она тебе тоже самое скажет А в первый день войны Кто встретил немца Понад Богом? Он появился к утру Сперва я услышал слабый стук Отопри Чего тебе? Здравствуй, хозяйка Нет у меня ничего Дай мне три пиццы поплотнее Я ногу подвернул Разувайся Больно? Бинтуй, не церемонься Крепче, крепче Мне ходить надо Где это ты так, а? Споткнулся На ровном месте Что ты за птица? Зимородок Спасибо Зимородок Да, меня мама зимой в санях родила Вот и зовут меня с тех пор Зимородком Я мешок здесь поставлю Ставь Зимородок Ну что теперь делать будем, хозяйка? Он засмеялся и у меня отлегло. Не так страшно стало. А что дальше-то было? Целый день просидел на чердаке, а ночью за ним пришли партизаны. На прошлой неделе операция сорвалась. Погибли подрывники. Много людей погибло. Мост должен быть взорван. Что тебе нужно? Плод нужен. Толу побольше. Еще охрану с правой стороны отвлечь надо. Ну а заряд я пущу слева по течению. Это можно. Помощники тебе нужны? Справлюсь. Рассчитывай на нас двоих. Больше не будет. Завтра буду изучать течение. Ну а ночью попробуем взорвать. Пошли. 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 Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok 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 Жив он или погиб? Может, кто-нибудь знает? Кто-нибудь знает. Милиции! Есть товарищ Сокольчик! Он всю войну здесь был! Мальчишка еще! Егоров, иди. Стоп! Здравствуйте, товарищ начальник. А, Сидоров опять? Обгон. Садись. Вызывали? Я ищу человека. Следопыт? Да. Стой, стой, а ну садись. Садись. Может, мы и нашли друг друга. Садись, садись. Так. Так, а я как раз разыскиваю одного следопыта. В шахматы играешь? Играю. Ха, давай. О! Гостил у родной тетки, а уехал на дамском велосипеде. Ну и ну и. Да, 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 да. У родной тетки велосипед прихватил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня нет никакой тетки. Да, а в Бобруйске. Ну мы это проверим. Ты на велосипеде? Пешком. Мешает? Ха-ха-ха. 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 Скажи честно, продал велосипед дамский, м? Нет у меня никакого дамского. Я человека ищу. Он взорвал мост у вас во время войны. Фамилия человека. Нет у него никакой фамилии. Его зовут Зимородок. Зимородок. Прозвище. Кличка. Это же по уголовной части. А вот велосипед по моей части. Мне нужен товарищ Сокольчик. Так, ясно. Переисдашь, получишь новые права. Зимородок. Как ты сказал? Зимородок, товарищ капитан? Кто ищет Сокольчика? Они. Я. Зайди ко мне. Так бы и сказал. Ну рассказывай. Я думала, что вы мне расскажете. Вы Зимородка знали? Который взорвал мост? Да, во время войны. Видео. Вы не сможете сказать. Я спросил за последний раз. Последний раз спрашиваю. Кто взорвал мост? Масчинengeвея. Приготовить пулеметы. Масчинengeвея fertig. Масчинengeвея. 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 И вверх. И вверх. 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 Те, кто справа пойдут по домам, а этих мы расстреляем. Я взорвал мост. Господин офицер говорит, что это ложь. Одному не под силу взорвать такой мост. На войне всякое бывает. Расстрелять! Откуда ты, родимый? Кто ты, парень? Как тебя зовут, сыночек? Зимородок. Значит, его расстреляли. Никак не получается эта улыбка. Он всегда улыбался. Даже перед смертью. Удивительной была у него улыбка. Он погиб? Это я не знаю, нас разогнали туда по домам. Не может быть, чтобы такой человек погиб. Фашисты могли расстрелять за кусок хлеба, а здесь мост. Поймали? Поймали? Он сам признался. Сам? Как же так? А вот так. Фашисты хотели расстрелять много людей. Но никто не видел его неживым. А вместо противотанковых мин – мышь. У мощного слона на ступне есть уязвимое место. Мышь прогрызает кожу и проникает внутрь. От боли слон гибнет. Слон – самое большое и самое сильное животное на земном шаре. А вот простая ничтожная мышь может его погубить. С каждым годом слонов на земле становится все меньше и меньше. Вот поэтому их надо беречь. Уложились? Да. Сегодня уложился. А ты где пропадал? Я был у тети. В Бавруйске. Далековато. А что там случилось у тети? Заболела тетя. И всякие другие неприятности. Какие же? Дамский велосипед украли. А муж в милиции работает сыщиком. Ну вот мы с ним и разыскивали. Ну и как, нашли велосипед? Много чего мы нашли. Трехколесные, мопеды. А этот дамский как в воду кануло. И что же тетя? Какая тетя? Твоя, Бавруйская. Бавруйская тетя. Тетя болела. Кто у нас сегодня дежурит? Отнеси, пожалуйста, на место. Сергей Иванович, можно уйти? Нет. Куда ты собрался? Есть дела поважнее, чем мышки, птички и кролики. Теткин велосипед. Ты как это со мной разговариваешь? У него нет тети. Теткин велосипеды. Опаси. Вон из класса. Опа! Сергей Иванович, теперь они подерутся. Тебя же нет, тёти. Иди, иди, а то ещё дам. Можейка, шестой. Б. 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 Врал. Родителей вызвать будете? Врали не родители, а ты. И руки распускал ты. И ответ держи, ты. Я искал человека, он погиб. Все? Нет, не все. Я не верю, что он погиб. Ну, на войне, знаешь, всякое бывает. А тот, кого ты ищешь, отдал жизнь для того, чтобы ты учился. Чтобы ты человеком стал. Кстати сказать, во время войны никто зря не погибал. Вот, полюбуйтесь. Ого. Постой. Сергей Иванович, на уроке была драка, а вы... Вы, как всегда, философствуете. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Ну вот, яшка голодный. Опять обезьяну не покормили. Наказывать надо. Кого? И как? Сергей Иванович, если каждый, кому не лень, будет драться... Ну, почему так уже каждый? А вы представьте себе. Вдруг наши ребята перестанут драться. Какие из них вырастут мужчины? Ребята поспорили, сами разберутся. Как это понимать? Эх, Тихон Локтьёныч. На. Я не жаловался. Он увидел глаз и повёл меня. Но ведь у тебя же нет тёти. Ударь меня! Ударь! Рыбка скалярия, очень редкая, но у меня их целых три, и не серых, а черных. У тебя черные скалярии? Да, ты богатся. У меня, правда, тоже была одна редкая рыбка, малинезия, да, погибла. Воду подсальвали? Нет. Вот она и погибла. Малинезия, устевая рыбка, ей без соли никак нельзя. А я не знал, что ее надо подсаливать. Могу поделиться? Я вам дам черную молли. А я тебе для корма энхетреус. Отличный корм и разводить легко. По рукам? Мама, давай только начинайся. Жанночка, у нас же есть начинайся. Они так дерутся с петушкой. У меня есть лучшее. Мальчик, я дам тебе в 10 раз лучше рыбу. Ну, я пошел не хочу. Куда пошел? Ну, подожди, ну, куда ты? На дворе дождь. Да ничего. Ну, как ничего? Я пошел, ничего. До свидания. До свидания. Ты о черной моле не забудь. Слово. Вот это. Вот это. По-моему, все уже есть. Пусть будет еще. Богач. Здравствуйте. Не узнаете меня? А, это ты, чертяга? Ну, здравствуй. А я уж думал, ты больше не придешь. Ну, что вы. Помните, после операции вы бредили, а потом рассказывали про Зимородка. Угу. Я про него все узнал. Он взорвал мост и... Я так и думал. Отважный парень. Погиб, наверное. Что ты молчишь? Погиб. Вам легче стало? На целых 15 грамм легче. Вот. Что это? Осколочек. Военный подарок. Я найду его. Это ты зря. Тебе нужно заниматься. Я вот скоро поднимусь, начну искать сам. Ведь он мой друг. Но теперь он и мой друг. Вы о нем еще что-нибудь знаете? Открой-ка, тумбочка. Вот смотри, здесь стоит Зимородок. Ничего не видно. Это старая фотография. Ты переверни. Деревня Суницы. Оттуда мы с ним вылетели на станцию Гай. Так это же здорово! А все-таки жаль, что он попался. Что, больно? Нет. Терпеть можно. Ну, я пойду, а то она горит. Опять через окно? Прорвусь. Спасибо, брат. Мы еще с вами повоюем. Поехали. Ну так, люди-человечки, хотите послушать птиц? Хотим! Я знаю, тут одно местечко совсем недалеко. Старая басика. Там птиц, видимо-невидимо. Только так, давайте договоримся. Тихо, тихо, тихо. Давайте договоримся. Что по школе будем идти тихо, с закрытыми ртами и не галдеть на цифрочках. Пошли. Тихо, тихо, тихо. Да. Ай да, ребята! В деревню сутницы. Да, там живет партизанский командир. Может, и зимородок там. КОНЕЦ А ты чего осталась? Беги, догоняй ребят. Кто ты есть, кто ты есть такой? Разбегай, ребят! КОНЕЦ Вонзонок, держи! Ну, погоди! КОНЕЦ Не догонишь! Догоню! КОНЕЦ Слышь, малиновка поет. Да. У него, конечно, голос слабее, чем у соловья, но некоторые коленца очень схожи. Что это он? Прыгать хочет. Как думаешь, прыгнет? Слабо! Ах, слабо! Прыгай! 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 А вот это кто? Синица. Санта и синица. Это жаворонок. Летающий колокольчик. А вот это? Мухоловка. Мухоловка? Сама ты мухоловка. Малиновка. Правильно, кто сказал Малиновка? Я. Молодец. Ангель. Самолёт. Самолёт. Да это же пчела! Ложись! А завтра каникулы начинаются. А где класс? А? Сбежали? Да нет, ребята внизу руки моют. У нас сегодня был урок в лесу. Какой урок? Общение с живой природой. Кстати, вы любите птиц? Люблю. А вот вы, говорят, не любите кукушек. Да. Представьте себе, не люблю. Сергей Иванович, вы в нашей школе человек новый. Ведёте вы себя как-то странно. Держитесь с ними на равных. А как же учительский авторитет? А это нехорошо, верно? Бороду отрастили, как Миклуха Маклая. А что, нельзя бороду? Да нет, это ваше дело. Но у нас в школе никто из учителей не носит бороды. И не съезжает на перилах с третьего этажа. Извините, как-то так получилось. Я больше не буду. И все, и все вот. Вы где проводите отпуск? Я еще не решил. А как у вас со здоровьем? А у вас? Что у нас? Да со здоровьем. Как? А? Все? Нет, не все. Марат, Василь, Зоя Загородько где? Они ищут Демородского. Ябеда. Я не ябеда. Они сказали, что вы их отпустили. Это герой. А имени его никто не знает. Они сказали, что они полежали. Но если бы они действительно обратились ко мне с такой просьбой, я, конечно же, отпустил бы их. Это большое дело, ребята. Найти неизвестного героя, вернуть ему имя. Но только плохо, что ищут они одни. Вот так? Сергей Иванович, что такое зимородок? Птица, Тихон Максимович. Наш партизанский командир умер недавно. Старых бойцов догоняют в военное поле. А те, кто лежит здесь, погибли совсем молодыми. А зимородок? Зимородка в этой могиле нет. Нет? Нет. Написано же! Мы знали только, что немцы его расстреляли. И чтобы имя не затерялось, мы написали его на доске вместе с именами погибших в бою. А в этой могиле его нет. Третьего июля каждый год здесь собираются партизаны. С каждым годом их все меньше остается. Словно где-то отряд ведет бой. И не все возвращаются. Пошли. Третьего июля. Целый месяц ждать. Как же так? Человек погиб и никто не знает. Значит, он живой. Ты же сам говорил, что его расстреляли. И все говорят. Это еще нужно доказать. А если даже он и погиб? Должны же быть у человека имя и фамилия. Автобус. Скажите, пожалуйста, скоро будет следующий автобус? Ну, я пошел пешком. Вот еще. Я остаюсь. Зря я с вами связался, кролики. Ты куда? Бедненький зайчик, жарко тебе. Иди, иди. Давай всех выпустим, а? Давай. 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 , давай. , давай. Давай. , давай. . Давай. , давай. , давай. , давай. , давай. , давай. . , давай. 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 , где. А, давай. А, давай. А что ищем-то? Партизанские документы. А, внизу, внизу. Ну-ка, давай. Уголок, уголок. Это? Пошли. 42-й, 43-й. Ага. Осенью 43-го. Осенью 43-го. Вот. Суббота. Вот, вот, вот. Так. Э! Он, кажется, дышит. Бьется. Где-то далеко-далеко бьется, Ася. Ага, земля вся мокрая кровь. Что делать-то будем, а? Он же мать мою спас. Он всех спас. Нужно переправить его к доктору Стройлому. Закопали? Да живой, живой. Иди сюда. Надо раздобыть телегу. Ду, аус файс. Дали, дали. Луис. Тимпо. Упс, мэн хер. О. Тимпо. Отвеси меня. Парень? Слышь, парень. Ты жив? Парень. Ну! Но! Потерпи, парень! Но! Но! Видно, век его птичий короток, Оборвался отчаянный полет. Но, смотрите, летит зимородок И упрямыми крыльями бьет зимородок. Это вовсе не птица. Давай, давай! Это сердце мальчишки, взлетевшей уй. И крылатое сердце... Доктор, скорей, что стоишь! Чего не боится? Может врезаться в солнце? Держись! Он друзьям из-под облака крикнет На исходе весеннего дня Он исчезнет и снова возникнет Из воды, из грозы, из огня. Зимородок... Это вовсе не птица. Это сердце мальчишек, Слетевший уй. И крылатое сердце... Ничего... Когда? Вчера на исходе дня. В бою? Нет, немцы его расстреляли. Доктор, он должен жить. Приказ? Это по справедливости. По справедливости. Если бы смерть действовала по справедливости, Сколько бы хороших людей ходило по земле? Носилки! 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 Скорей! Доктор, может быть кровь понадобится? Да-да, кровь понадобится. Самолет! Слышно. Слышно, слышно! Слышно. Все, отыдите! Все, войдем? Молодая. Что у меня... Так значит, он живой. Разве я тебе говорил, что он жив? Я его оперировал. Три пулевых ранения. И отправил на большую землю. В очень тяжелом состоянии. Если бы смерть действовала по справедливости. Я тебе не сказал, что он жив. Три пулевых ранения. 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 Чучело, чучело. Это зимняя самая выносливая птичка. Она не улетает в теплые края от наших холодов. Живет на больших реках, долбит себе норку в крутом берегу, питается рыбой. Трудяга. Да, а ты что тут делаешь? Я так пришел рыбок пересадить. А, зимородок. Значит, не нашли? Нет. Его фашисты расстреляли, но он живой. Доктор Строила. Знаете, какой доктор? Какой доктор? Ну, тот, который делал ему операцию. Ага. Значит, он живой? Живой. А ты знаешь, что 3 июля... Да, нам говорили, что 3 июля у Павлия Дикослава собираются все оставшиеся в живых партизаны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это за справку. Интересуетесь, молодой человек? Дорогами отцов героев. Василий! Сергей Иванович, скорее не пойдем. Где я? Сергей Иванович! Сергей Иванович! А вы что, меня ищете, ребята? Марат куда-то исчез. Всех потеряли. Хлопчики живые, родненькие. Пойдем. Сюда, Зоя. Вот он какой, посмотри какой. Здорово, дорогой. Эти старыеся в рысь споткались. Здорово. Эй! Ну вот и нашелся. Вот он. Кто это? Сергей Иванович? Наш учитель. Пойдемте. 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 Здорово. Здравствуйте. Что нужно дернуть, чтобы парашют раскрылся? Пойдемте. Чертушка. Жив чертышка? Жив. Ух! Пойдемте. Пойдемте... Пойдемте. Сердце ничего не боится, может врезаться в солнце. А смерть так крепко жала. Молодец. Есть такая невидная птица, а вернее упрямый птенец. Не по седе в дупле не сидится, он летит, как в атаку боец. Зимородок, это вовсе не птица, это сердце мальчишки. Взлетевшие ввысь, и крылатое сердце ничего не боится, может врезаться в солнце. Держись! Он друзьям из-под облака крикнет на исходе весеннего дня. Он исчезнет и снова возникнет из воды, из грозы, из огня. Много будет утрат и находок, внут разные в жизни года. Если скажут, погиб зимородок, вы не верьте, друзья, никогда. Зимородок, птица, это сердце мальчишки, взлетевшие ввысь. И крылатое сердце ничего не боится, может врезаться в солнце. Держись!